МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учители и гости Верхневужья обязаны использовать маски в общественном и железнодорожном транспорте, такси, в больницах и поликлиниках, учреждениях культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. Вы принципиально не одеваете маску? Забыл. Забыли? Но вы знаете, что опасно без маски? Да, знаю. Но я привитый. Мы заметили, в этом торговом центре практически все покупатели были в масках. Надо приостерегаться, потому что маски надо носить. В ходе рейда сотрудники Роспотребнадзора встретились с директором торгового комплекса и проверили все необходимые документы. Мы перед тем, как пустить на работу любого сотрудника, измеряем температуру, записывать все в журнал. Также каждые три часа в течение дня мы измеряем температуру всего персонала. Мы на входе всем клиентам раздаем перчатки и маски. И специально стоит охранник, который вежливо предлагает, так сказать, обезопасить каждого клиента. А если клиент все-таки отказывается надевать маску, вы его обслуживаете? Мы не обслуживаем клиентов без масок и перчаток. Отметим, сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. А те, в свою очередь, обязаны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение посетителями требований по использованию масок. Директора рассказала нам, что проводится ежедневный входной фильтр, проводится уборка и дезинфекция всех повещений, соблюдается социальная дистанция, заполняются все журналы. В случае выявленного нарушения сотрудники Роспотребнадзора составляют протокол об административной ответственности. И он направляется в суд. Есть печальная статистика такой безответственности. Заметим, штраф за нарушение солидный. На должностное лицо до 150 тысяч, на юридическое лицо до 500 тысяч. Но здоровье, как говорится, дороже. Статистика заболеваний COVID-19 на территории региона по-прежнему вызывает тревогу. Глава региона обратил внимание на необходимость контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. В Тверской области продолжают действовать ограничения, установленные в связи с введением в регионе режима повышенной готовности в период пандемии коронавируса. Уважаемые земляки, соблюдайте элементарные правила безопасности. Надо одевать маски. То есть это безопасность прежде всего. Соответственно, масочный режим надо соблюдать. Хочу, чтобы этот вирус сокращился и жили спокойно. Наша задача – обезопасить себя и клиента в первую очередь.